Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска Двигатель 2 литра бензин Автомат, передний привод Пробег на автомобиле 168 тысяч километров Появилась вибрация при разгоне от 50 до 80 километров в час Мое предположение, что эта вибрация идет от внутренней гранаты правого привода Заказали дубликатную гранату Поднимаю автомобиль, снимаю переднее правое колесо И смотрим, как нам снять привод Снял колпак Сразу ослаблю болт привода Головка здесь на 24 И теперь снимаю колесо Вот, поднял Снял защиту И хочу показать В данный момент автомобиль вывесили из колеса И трешипник он вышел из того места, где он обычно работает в нагруженном виде Ну, то есть в нагруженном состоянии Оно двигается у нас вовнутрь, наружу И вот такое у него движение Притом, это не граната В приводе двигается Я ее не сильно дергаю А это двигается именно Вал с трешипником Он, можно вот по кругу Что влево, что вправо Поэтому я предположил Что именно Из-за него идет вибрация при разгоне На Втором приводе Сейчас подсвечу его Смазку бросает С пыльника Вот на втором приводе Я вал трогаю Он ходит вместе с гранатой Но сам вал Внутри Не ходит Поэтому Левую сторону не трогаю А трогаю Вот именно Правую сторону Сложного здесь вообще ничего нет Здесь только нам нужно Получается Что сделаю я Я откручу Три гайки с шаровой опоры Откручу гайку с рулевого наконечника И пока я больше ничего трогать не буду Здесь выкручиваю болт Привода Я его заранее ослабил Думаю что у меня Целиком ЦАП отойдет в сторону И позволит мне вытащить привод Благо он не такой Длинный Потому что Здесь он не выступает Как обычный классический под гайку А здесь Болт Вовнутрь уходит Чищу Смазываю резьбу Чищу Немного Смазывая Готова О Чищу Гайка наконечника на 18, а гайка шаровой опоры на 16. Болт привода на 24, двигается отлично, смазанный. Снимаю наконечник, для этого пыльник подсовываю съемник. О, тут даже снимать не надо, он сам легко отошел, наконечник живой. И снимаю шаровую опору. А вот у нее и дополнительные хрусты, и дополнительный стук. Это передний сайлентблок, рычаг в нем входит. Да, он гуляет, поэтому будет у нас еще процедура по замене сайлентблоков, закажем и попозже сделаем. Ладно, сейчас у нас не это важное, сейчас вытаскиваем привод. Без вопросов привод вышел. Вот он, шлицевая короткая, поэтому трудностей никаких не было. Теперь нам остается только поддеть и выдернуть его из коробки. А вот здесь есть маленький нюанс, может побежать масло. Сливать я масло не буду, выдергиваю привод. Все, что масло стекает, я потом добавлю в коробку по уровню. И поддеваю привод монтажкой. Вот сюда, между коробкой и внутренней гранатой. Что-то он не особо хочет выходить. Что-то он не особо хочет выходить. Поторопился я сказать, все легко меняется. Сразу появилась загвоздка. Я уже здесь он понабил всего. Уже и в распорку пробую, и так пробую. Бесполезно. Не выдергивается граната из коробки. Сейчас хочу съездить взять большой лом. И еще попробовать ломом поддеть. А если не получится, тогда уже сниму трешипник вал. И буду привариваться сюда, к стакану. И делать что-то наподобие обратного молотка. Я откручиваю экран. Откручиваю вот этот кронштейн. Пр lindo. Ч었-таки. Иrão. Он уже враспор забил. И бесполезно. Корпус коробки уже замучил. Вот здесь. Удивительно, болт на 12. Убрал этот констейн. Вот он. Дышать то он дышит. Поехал, купил лом. Вот такой вот широкий. Ну я уже и лом загнул. Не получается ее вытащить. Вроде бы и дышит и все. Но стопор сидит вообще по жесткому. А менять ее надо, потому что она вот. Это действительно вибрация из-за нее. Один трешипник поменять смысла нет. Нужен стакан, потому что набито больше всего в стакане, а не в трешипнике. Хотя и иголки возможно разводились. Но сейчас снимаю привод, стакан оставляю и буду смотреть. Если что, наверное, буду к нему привариваться и обратным молотком выбивать, срезать этот стопор. Потому что дальше я уже просто развалю коробку. Я и так уже вон посадочная здесь побил подсальник. Чистос. Я и так уже всю гуляю. На стене печенье начали перезать. Я и так уже не хочу. Да, я и так уже воняю. Я и так уже воняюсь. Никакая, удачи к чесноти. Так,اجη, чесноти. Я и так уже вонюю. Я уже что-то не могу. Я и так уже сейчас все-н Questo. Каме и так уже, так уже вонюю. неужели свершилось чудо разбит оказывается не стакан это не стакан стакан целый я три часа провозился с ней сейчас будем смотреть подшипник подшипник во первых смазки нет и вот он где гуляет подшипники на валу гуляют немножко сдвигая все плотно здесь сдвигая на край слетать не слетает но все набито все три подшипника вот они и гуляют и вибрируют и трясутся теперь остается дело за малым чтоб у нас три шипник от нового шруса не оригинального подошел в оригинальный стакан сейчас мою вычищаю стакан внутри и пробую подшипник завести ну надо же вот говорят ну хотелось то сразу и новый стакан поставить а все дело а Продолжение следует...